История четырехлетней Ксюши Метенёвой из Архангельска. Родители девочки собирают средства на пластическую операцию. Жуткий ожог малышка получила после опрокидывания с плиты горячей сковороды. Помочь готовы врачи Ярославля. Средства для Ксюши собирают Росфонд. Нужна и наша с вами помощь. Слово Татьяне Вергилис. Это приготовь, это приготовь, это. Угу, это книга рецепта. Да. У четырехлетней Ксюши Метенёвой в комнате настоящая мечта маленькой хозяйки. Но признаётся, на игрушечной плите готовить не любит. Три года назад точно такая же плита, правда, настоящая, стала причиной мучений и долгого лечения. На мгновение в холодильник отвернулась, а у меня на плите, ну, то, что томилось, так скажем, мясо томилось в сковороде, да, для гуляша. А на краю стояла, она подбежала, как-то задела ручкой. Кипящий бульон вылился на подбородок, шею и грудь годовалой малышки. Диагноз ожог третьей степени. Через три недели девочки пересадили часть кожи с бедра, затем долгое лечение, детский крем, специальные мази, повязки. Но на теле остались грубые рубцы. Делать пластику на груди и шее ребёнку в Архангельске отказались. В 2016 году Татьяна узнала о клинике Константа в Ярославле. Сделали часть, но один шрам до сих пор не даёт жить спокойно. Организм растёт, а рубцовая ткань, она же не растёт вместе с телами, то есть кожу тянет, зуд возникает. И во вторую очередь это вот область, да, у девочки самая открытая, это вот район шеи. Пока Ксюша вопросов не задаёт, но красивой быть хочет, как и её любимые Барби. В Ярославской клинике девочку ждут вновь, возможно, после Нового года. Впереди двухмесячное лечение. Мы запланировали провести Ксении длительное консервативное лечение и кожную пластику в области груди. Имплантируем силиконовый экспандер. В него через специальный порт вводится физиологический раствор. Экспандер постепенно наполняется и растягивает кожный покров. В результате формируется выращенная кожа. Надеюсь, нам удастся помочь девочке. Стоимость лечения 824 600 рублей. Читатели газеты «Коммерсанты» с сайта «Русфонд» соберут основную сумму. Не хватает 33 тысяч рублей. Для помощи Ксюше отправьте на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте «Русфонда». Татьяна Вергилис, Александра Невдох, Александр Чалков. Вести. Поморья.